Всем привет, уважаемые друзья, вы на канале Slovat United, меня зовут Эмили, и сегодня мы продолжаем эксперимент с богатой РПЛ, теперь это у нас РПЛ не просто богатая, но еще и уважаемая, Жозе Мауриню, главный тренер Спартака, видите, мировая репутация, мы поставили всем клубам репутацию там от 8 до 9 тысяч, ну и это, соответственно, уровень мировых топ-клубов, чтобы вы понимали, да, это просто супер топ, ну вот чтобы убедить, там Спартак, Тамбов, Континентальная, Мировая, 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 в общем, большинство наших клубов теперь суперзвездные, и, ну, я надеюсь, что зимой наши клубы смогут привлечь со своими огромными финансовыми аппетитами еще и игроков мирового уровня, они будут продолжать покупать друг у друга Рефата Жамалединова за миллиарды денег. Рекомендую вам подписаться на канал Маленькая Лошадка, автор видео делает прохождение за Краснодар, где пытается взобраться на футбольный Олимп, используя только своих воспитанников, вот такая вот мечта имени Сергея Галицкого, получится или нет, смотрите сами, также на канале обещают много-много всего интересного, так что рекомендую подписаться, ссылка под видео. Ну, вот чтобы вы понимали, насколько наши клубы хороши, Зенит вообще на втором месте в мире, потом Спартак, Краснодар, ЦСКА, Урал, Локомотив, Уфа, Арсенал, ну вот они все вместе, вы видите, что у них мировая репутация, что, в общем, 4,5 звезды. Ну, чтобы вы понимали, там, Динамо лучше, чем Арсенал, Челси, Оренбург лучше, чем Порту. Ну, то есть, привлекательность у наших клубов теперь есть. Все звезды мировые должны хотеть переезжать в Россию. Вопрос в менеджменте. Кого наш менеджмент сможет привлечь из-за границы? С учетом того, что налоги маленькие в России, то, я думаю, топ-звезды-то должны поехать. Итак, уважаемые друзья, теперь у клубов отличная репутация, можно покупать кого угодно и кого покупают наши клубы. Ну, самые топовые трансферы, самые дорогие по-прежнему осуществляет Зенит. Купили у Локомотива Фомина, Сафонова и Карпова из Уфы за, ну, общая сумма трансфера там просто колоссальная. Да, у них в избытке денег, они в Еврокап 2 играют, но что меня просто поражает, это именно траты на российских игроков. Вот Зенит купил, купил в этом году на 229 миллионов. Ну, кого вы купили? Ивана Шеймухаметова. Ну, зачем вам нужен Иван Шеймухаметов, ребята? Зачем? Он не играет за вас. Зачем тратить на него 9 лямов? Зачем тратить 80 лямов на Матвея Сафонова? Нахрена он вам нужен за такие деньги? Фомин 82 миллиона из Локомотива. Ребят, я вам дал кучу денег. Просто покупайте нормальных игроков. Мне говорили там, это все дело там в лимите. Лимит, у нас же лимит, у нас же лимит. Ребят, лимит 8 человек. 8. 8 иностранцев классных можно найти. Итак, считаем россиян. Раз, два, три, четыре, пять россиян в основе. Куда вам еще? Зачем? Покупайте иностранцев. Блин, это просто... Это просто жесть. Ну, вот у них есть какой-то Ортиз. Но он не очень. У них Вильмар Барио сыграет в центре обороны. О чем вообще можно разговаривать? Потому что вот этот защитник Макаров еще не вырос до маленького роста. Он не вырастет. Агеев тоже маленький. Ну, Мамана еще, правда, есть. Но Мамана что-то совсем... Хотя, не знаю. Ну, 664 низкая оценка для Мамана. Как-то расстраивает это все дело. Нормальных игроков покупают те, у кого нет, видимо, денег на русских. Ну, вот Рикардо Перейро из Интера. Ахмат, молодцы. Покупают классного игрока. Рикардо Перейро. Ну, да, 29 лет, да, дорого стоит. Но по скиллам это очень хороший футболист. Очень хороший футболист. Слов нет. И покупка хорошая. Ну, да, 64 миллиона в перспективе. Но 50 миллионов уже отдали. И Буси Сокко в аренде. Ну, тоже, почему нет? Нормальный игрок. И Эдуард Левин. Ну, Эдуард Левин из Динамо за 10 миллионов. Это тоже такое себе. Но Динамо напродавало на 197 миллионов. Ильза Тахметова, вот Тула. Это еще летом, правда. Но вот Фольмер в Урал перешел 14 февраля. За 40 миллионов. Зачем? Все трансферы на выход, они связаны с русскими. С русскими игроками. Так. Тульский Арсенал купил. Ну, Роман Яфтушенко мы уже говорили. В прошлом эксперименте. Кстати, посмотрите. Прошлую часть еще не смотрели. Вот. Рубин Лофтус Чик. Ну, вот уже что-то. 27 лет в расцвете сил. Лофтус Чик. Это неплохо. Это интересно. Лорис Кариус. Из Ливерпуля, кстати. Но все эти игроки стоят намного дешевле, чем наши. Вы обратили внимание, да? И вот Тула неплохих футболистов все-таки подписала из Европы. Молодцы. Молодцы. ЦСКА. ЦСКА 47 миллионов всего потратил. Это не так много по сравнению с другими игроками, другими клубами. Антон Фатахов. ФК Уфа. Ну. ЦСКА вообще любит скупать Уфу, я смотрю. Ну, абсолютно бездарный, медленный футболист для фланга. Он же фланговый. Вот как можно флангового игрока без паса, которого даже вот сюда переучивать бесполезно? Его если только переучивать вот сюда, но он еще нерешительный плюс ко всему. Очень такой таинственный футболист. ЦСКА его покупает за большие деньги. За 5 миллионов и 12 в перспективе. Ну, на данный момент уже 6,250 заплатили. Вальдемар Антон. Ну, Вальдемар Антон, у него есть там российские корни какие-то. Но в сборной Германии он не вызывался. Да, у него доступные сборные. Россия, Узбекистан и Германия. Вот мне интересно, Вальдемар Антон по-узбекски говорит свободно, а по-русски хорошо. Не знаю, друзья, есть ли среди моих зрителей люди, которые хорошо знакомы с Вальдемаром Антоном. И, ну, может быть, он действительно по-узбекски шпарит только так. Но что-то мне подсказывает, что, может, он по-русски что-то еще и может сказать. Но вот по-узбекски что-то я сомневаюсь, что Вальдемар Антон там такой узбек. Так, ну и вот очень хорошая покупка Виктор Осимхен, Осимьен, наверное. Это Нигерийц. И Нигерийц качественный. 13 миллионов стоит. Вот 13 миллионов за абсолютно качественного европейского игрока. Завершение атаки 15. Игра без ничего. 14, Саблдани, 13, скорость ускорения по 15. Физика вообще очень хорошая. Вот этого человека, ЦСКА всегда отличался разумным трансферным подходом. Взяли, купили хорошего игрока. Качественного и недорогого. Ну и с этим, конечно, контрастируют некоторые покупки россиян за неадекватные деньги. Но все-таки. Вот Никита Гришин. Дороже, чем Виктор Осимьен. Вот Никиту Гришина. Как можно было вообще купить больше, чем за пару миллионов? Он же ужасный. Он вроде бы на каких-то там сумасшедших позициях играет. Может центрального защитника сыграть. Может левого атакующего сыграть. Может форварда сыграть. Много где играет, нигде толком не умеет. С такими скиллами, ну в принципе, да, этот футболист мог бы быть неплохим центральным полузащитником. Но у него этой позиции, по иронии судьбы, нет. То есть единственная позиция, на которой вот с такими скиллами можно более-менее играть, это центр поля, там опорная зона, центральный полузащитник. Он не умеет этого делать. Ну сами посудите. Для нападающего у него нет завершения атаки. Для игры на фланге у него нет ускорения. Для центрального защитника у него слабая опека-отбор. Для крайнего защитника у него опять-таки нет скорости. Просто потрясающий футболист, который в принципе должен быть переучен на центрального полузащитника, он не переучен. Это опять же проблема ФМа, потому что я вот об этом говорю каждый раз. Что у игроков позиция должна определяться их навыками. Ну что, тренеры детские там, которые его вот растили, видели, допустим, его скиллы. И они такие типа, о, ну давайте-ка бегать он у нас нихрена не умеет, поставим на фланг. Ну как это вообще возможно? Его же должны были пробовать в центре. И в центре у него наверняка вот с такими показателями лучше получится. У него и командная игра есть прекрасная. То есть пас 13, видне поле более-менее, вырастет еще. То есть вот этот футболист центра поля. И он в центре поля не играет. Да ладно, бог с ним. Дальше смотрим. Динамо, Московская, никого не купила. Никого не продали москвичи. Уфа. Ну вот вы видели, какого топа там подписали из Лили Ахматовцы. Или кто там? Тулики или армейцы? Армейцы, ССК подписал, да? Вот. И Уфа подписывает Камличенко за 30 миллионов. В два раза дороже, по сути, Камличенко, чем тот француз. Ну, возможно, нужен был нападающий именно таранного типа. Я же не знаю. Может быть, у Уфы действительно вот такие предпочтения. И они такие, типа, ну давайте Камличенко возьмем. Но правда, это было еще летом. Смотрим на зимние трансферы. За... Ну, Уфа тоже. Молодцы. За 1,6 миллиона взяли вот Андрея Ратью. За 1,6 миллиона хороший, добротный игрок. Я всегда оцениваю игрока. Многие не понимают, как я оцениваю игроков. Говорят, а что ты вот этот говоришь, что это хороший игрок? А этот говоришь, что плохой, хотя они по статам примерно одинаковые. Ребят, стоимость игрока – это один из важнейших критериев оценки. То есть, если вы пойдете в магазин, купите там какой-нибудь хлеб, да, такой душистый, прям классный, мягкий, хрустящий, с корочкой. Но один хлеб будет стоить 50 рублей, а другой хлеб такой же будет стоить 500 рублей. И если они при этом примерно одинаковые, то намного лучше тот хлеб, который стоит 50 рублей. Вот и здесь то же самое. Если игрок стоит дешево, то это суперкрут. Антон Митрюшкин из Сиона за 5 миллионов. Ну, Родриго Де Пауль или Де Пол. Вот его по-разному называют. Ну, я Де Паулем его называю, потому что он аргентинец. Куплен за 43 миллиона. Но, ребята, это нормально. Вот такого игрока за 43 миллиона купить не жалко. Потому что, смотрите, пас 16, дриблинг 16, техника 16. Невероятно техничный. Закрывает две позиции. Может выйти на других. То есть, в отличие от того, без Дарья Неуча, у этого есть и навыки для игры в нападении. То есть, в принципе, он может неплохо быть нападающим. Может быть, не обязательно будет топчиком, форвардом, но может быть. И у него практически нет минусов, кроме там опеки. Он все остальное умеет делать. У него отличный характер. Он может растить молодежь и так далее. То есть, вот это вот, ну, хороший переход. Ебери Хезе. Еще один классный футболист. Ну, это больше уже такой цапник, наверное, да. Ну, потому что скоростенки вот ему не хватает на то, чтобы играть на фланге. Но вот все-таки покупают. Все-таки покупают. 16 миллионов. Ну, за такого игрока это нормально. Но Уфа на 199 напродавала. У Миарова в локомотив. Ну, хотя бы ценник стал спадать, мне кажется, на некоторых игроков. Но вот у Миаров, например, всего за 30 миллионов перешел. Ну, а так-то, так-то он за 45 переходил в Уфу. Ну, вот тогда. Краснодар купил Александра Филатова из Бернли. Это россиянин, как ни странно. И это, ребята, воспитанник Бернли. Не падайте. Воспитанник Бернли русский. Вот такой вот товарищ интересный. Правда, у него же сотрясение мозга случилось от перевода в Краснодар-2, видимо. Крылышки. Интересно, закупились. Ну, вроде Макс Безушков. Крылышков интересный. Петров уже пожилой. Вот Клейтон из Монако. Вратарь. Ну, на Безрыбье и Клейтон. Почему бы нет? За 15 миллионов приобрели. Ну, вот Ильзат Ахметов. 62. 62. Вот за вот это. Я понимаю, Головина там купить за 62. Ну, посмотрите на скиллы Ильзата Ахметова. Они ни хрена, ну, даже для премьер-лиги они достаточно средние. Это просто любой игрок премьер-лиги. Ну, средний, обычный футболист. Не надо там говорить мне про лимит. Типа, о, лимит же. Потому что такой же жесткий лимит. Надо же поставить на поле аж трех россиян. Ну, ребята, Ильзат Ахметов вот с этими скиллами. Он абсолютно до любого регена можно, мне кажется, найти, поставить. Он будет примерно такой же. За 62 миллиона. И Диего Карлос. Качественный центральный защитник. Из Севири. Подписывается за 18 миллионов. То есть Ильзат Ахметов. Ну, сами видите, какая разница. Роберт Скофф. Ну, он медленный, конечно. Роберт Скофф. Я его почему никогда не... Ну, всегда вот в ФМ смотрю. Я его ставлю, вот если на драфтах там каких-то. Вот сюда вот только ставлю. Потому что на флангах использовать человека за скоростью с ускорением 12-11. Это преступление против футбола. Ну, и Набиль Бенталеб. Из Монако 26 миллионов. Смотрите, друзья. Вот Набиль Бенталеб. Скиллы. Техника 16, да, там. И отбирать умеет. И пасует неплохо. И решительность 17. Самобладание 16. Работоспособный. Бегущий. Такой вот прям выносливый, сильный. Метр восемьдесят семь ростом. И Ильзатик Ахметов. Который, ну, что-то там где-то, конечно, и пасует. И обыграть может. Но у него скиллы прям... Ну, нет вообще таких параметров, где бы он Бенталеба превосходил. Ну, как ни странно, в игре головой он почему-то его превосходит. Но я думаю, что это просто ресерчеры Бенталеба как-то его занизили. Но, в общем, вы видите, да, хуже намного Ильзат Ахметов. Но Ильзат Ахметов стоит 62 миллиона. А Набиль Бенталеб 26. Циферки местами поменяли. Приятно порадовал Ростов. Ну, да, конечно, они начали зиму с покупки Милкадзе за 9 миллионов. И казалось, что все, наверное, будет плохо. Но затем последовала покупка Антонио Рюдигера. Да, 30 лет, но куплено, в общем-то, за 8 миллионов. Не так уж дорого. Дальше Шакири. Да, ему уже 31 год. Шачири, как бы сказал Елагин. Но, посмотрите на скиллы Шачири. 40 миллионов. Дорого, но статусно. Согласитесь. Хави Пуадо. Нападающий. Ну, средние скиллы, ничего особенного. Но он и стоит 800 тысяч. Вот 800 тысяч он и стоит, это правильно. Далее Максим Азаренко из ЦСКА. Непонятный вообще челик, без фотки. Довольно средненький. Покупается за 4,8 миллиона. Потом Дмитрий Чистяков. Покупается из Ахмата за 34 миллиона. И Егор Сорокин из ЦСКА за 6. Вот тоже, да, непонятно. Дмитрий Чистяков по скиллам. Ну, с Сорокином сопоставим. Сорокин там лучше играет главой, Чистяков чуть побыстрее. Но, в общем и целом, два российских игрока, Сорокин еще и моложе. Но при этом Чистяков стоит почему-то 34 миллиона. А Сорокин стоит всего 6. Причем Сорокин покупается из ЦСКА. Ну, клуба, казалось бы, более статусного, который, по идее, не должен отпускать. Но нет, пофигу, отпустили. У Рубина тоже. Ну, куча денег. Ну, покупайте нормальных людей. Нет, купим Георгобиани за 31 миллион. Захара Волкова, белоруса, центрального защитника. Ну, это ладно за 1-2 миллиона. Регена из Зенита 2. И Соболева за 43 миллиона. Вы помните, да, ЦСКА купил какого француза? Ой, нигерийца из Франции. И у него там было все 14-15, 14-15. Соболев. Просто по большинству параметров хуже. 43 миллиона. Тот стоил 13, это 43 миллиона стоит. Ть, 6. Вот Урал неплохо зимой затарился. Кондэ. 24-летний, молодой, классный, центральный защитник. Так, ну, Фольмер 40 миллионов, это мы опускаем. Да, Урал 241 миллион потратил. Жесть какая-то. 52 миллиона, Гида Родригес. Неплохо, да? Так, нет, нет, нет. Не Андрей Тарасов нас интересует. Нас интересует Денис Щербицкий. Еще один белорус, вратарь. Перешел в Урал. Далее Павленко. Еще один вратарь. Вот у нас, вы понимаете, да, мне говорят там лимит, лимит. Русские клубы поэтому не покупают. Вот смотрите, да, покупает клуб двух, блин, иностранных вратарей. Ну, хотя Беларусь не считается легионером в России, но все равно. Ну, нахрена вы вратаря-то иностранцы покупаете? Зачем вы двух вратарей вообще покупаете? Просто жесть. Да, мы лучше вратаря купим иностранного, чем полевого игрока нормального. Вот мы лучше потратим все деньги на Александра Попова, нападающего. Надеюсь, это хотя бы российский голос Формулы-1. Тут, хотя тут Алексей Попов. Ну, ладно, скорость 10. Какая Формула-1? Какая Формула-1? Это просто, я не знаю, он, наверное, до работы на машине доезжает за год, потому что с такой скоростью невозможно ездить. У Антона Курочкина из Гетеборга шведа взяли. Вот это, я понимаю, трансфер. Итак, Спартак стал чемпионом уважаемого чемпионата России. Ну, и мы отмечаем присутствие Тока и Камби в списке лучших бомбардиров и в списке лидеров по средней оценке. По голевым пасам вот этот товарищ Викентий Волошин, воспитанник киевского Динамо, является одним из лучших в России, кстати, тоже нужно отметить этот момент. Ну, и Тиньедвай, один из лучших, в кавычках, по желтым карточкам. У Оренбуржца там вообще по желтым карточкам разошлись, так нехило, я смотрю. И сейчас мы посмотрим по выступлениям нашей команды в Еврокубках, что они показали. Во втором Еврокубке и Зенит, и Уфа добрались до полуфинала. Лига конференции нашим клубам не покорилась. Тоттенхэм разгромил Уфу. Валенсия была чуть сильнее Зенита, но в принципе выступление в этом турнире можно назвать успешным для российских команд. Кстати, финал игрался на стадионе в Санкт-Петербурге. То есть Зенит бы, если бы прошел, играл бы финал у себя дома, но не прошел. Что касается наших клубов в Лиге Европы, то здесь и Спартак порадовал. Команда дошла до полуфинала Лиги Европы. У нас в двух Еврокубках клубы играли в полуфинале. Но вот все-таки есть какой-то эффект от денег. Это приятно. Да, Лига Европы, да, Лига конференций. Да, это не очень, наверное, статусно. Но все-таки нужно понимать, что наши клубы, в общем-то, себя так показали неплохо. Другое дело, что вот в Лиге Чемпионов все печально. Спартак не смог выйти из группы. ЦСКА вылетел. Поэтому здесь, конечно, минусы не зачет. Но вот сейчас у нас статус у клубов остался. Сохранился. И они будут пытаться со своей репутацией скупать хороших, качественных игроков. Жозе Мауринио имеет большой опыт. Ну и будем надеяться, что Спартак усилится летом и уже будет готов к Лиге Чемпионов зимой. Ну, судя по турнировой таблице, у Спартака Жозе Мауринио определенные проблемы есть. Сейчас самые яркие переходы лета увидим. Федор Чалов из ЦСКА в Манчестер-Сити ушел. Ну вот, Луку Иванушку Интернешнл подписали в Спартаке из Лацио. Евгений Киселев уехал в Интер. Это тот самый Евгений Киселев. Это тот самый жесткий реген из начала сейва. Да, да, да. У него трансферная стоимость общая уже 209 миллионов. Сначала его ЦСКА купил за 29, потом Рубин за 51, потом Спартак за 68. И сейчас за 61 он перешел в Миланский Интер. Прикольно. Ну, основные трансферы все равно русских. Вот вы сейчас видите на своих экранах вот эти все переходы. Да, в России появились такие игроки, как Серж Гнабри в ЦСКА. 28 лет на пике приехал Гнабри. Ника Шульц, левый защитник из Баруси и Дортмунд, перебрался в Урал. Так, отмечаем переезд Зелимхана Бакаева в Локомотив, Дмитрия Маркетесова в Краснодар. Причем Маркетесов дороже. Дороже, чем Бакаев. Кевин Фолланд в ЦСКА. ЦСКА умеет делать трансферы, мы это видим. И очень такого интересного игрока подписывает. Магомед Аздоев, 28 лямов за 30-летнего магу, жесть. Людвиг Августинсон из Аталанты в Ростов. Ну, хоть какие-то новые лица. Из Аталанты также, только в Локомотив теперь приезжает Рикардо Орта. Хороший переход, отмечаем этот момент. Алексей Миранчук из Краснодара в Арсенал за 17 миллионов. Да, да, да. Потому что зарубежные клубы даже топчика. Ну, вот по сравнению с Эльзатом Ахметовым, со скиллами Эльзата Ахметова, Миранчук топчик по скиллам. Но он оценен 55 миллионов. Но покупают его по европейским рыночным ценам всего за 17. Вот лимит, что делает по части таких вот моментов. Рафаэль Талой, центральный защитник, уже пожилой, но снова в ЦСКА. ЦСКА очень мощно усиливается. Ридевальд в Тульский Арсенал. Отмечаем, что Тула тоже так неплохо покупает. Покупает футболистов, которые, ну, прям реально, наверное, нужны. Йоан Барбет из КПР перешел в Россию. Но это уже такой пожилой достаточно дядя. Как и Ласкелес Джамал. Вот. Ну, Джамал в Крылья Советов перебрался. Мы это тоже отмечаем. Краморич в Урал. Ну, Краморич уже, конечно, в возрасте. Манель Ноэр! ЦСКА! Новый Игорь Акинфеев. У нас Манель Ноэр. 37-летний, правда. Но это все-таки Манель Ноэр. Ну, чего вы хотели-то? И вот здесь уже интересные переходы. Бенита из Швейцарии в Крылья Советов. Ригоний из Уфы в Тунис уехал. Интересно. Хердор Магнусон в Рен. Ну, вот так вот. На паузе. Я, может быть, всех перечислять не буду. Вы на паузе можете посмотреть. Игроков. Фред в Оренбург. Это тот самый, да? Тот самый Фред. Из Манчестер Юнайтед. Ну, правда, он здесь на фри находился. И перешел в Оренбург. Представляете себе, да? Каких игроков можно со свободного трансфера подобрать бесплатно. Вот, например, Валон Бериша. Тоже косовар интересный. И он перешел в Оренбург. Оренбург так вот за ноль, но набирает себе состав. Митрюшкин в Оренбург сдан. Ну, конечно, зачем Митрюшкин? Зачем вот серьезно такого суперклассного воротаря держать в основе? То Уфы играет основным воротарем. Рональд Куман, кстати, тренирует Уфу. А играет Никита Гойла. Вот какое-то Гойла они поставили в ворота, ребята. И отдали Митрюшкина в Оренбург. Где логика? Where is fucking logic? Как можно отдать Митрюшкина в аренду и поставить Гайлоу в ворота? Я просто в шоке. Ребята, ну серьезно. Ну, ФМ. Ну, почему менеджмент ИИ, он такой тупой? Он просто реально тупой. Ну, да, у вас есть там, может быть, еще Лещук. Но зачем отдавать Митрюшкину-то? Я не понимаю. Зачем? Зачем покупать тогда Митрюшкину, если у вас был Лещук? Зачем ставить в ворота какой-то Гойл? Вот, у вас есть молодой вратарь. А он, правда, а нет, он плохой. Он метр семьдесят девять. Он плохой. Понятно все. Ну, вот состав-то у Фуи тоже самый. Достаточно боевой. Ну, Вячеслав Кротов разве что там подводит. Но можно купить нападающего тогда. Зачем тратить деньги на Митрюшкина, когда нужен форвард? Форварда нет. И, ну, Вячеслав Кротов все-таки не топ-форвард, чтобы Лигу Европы выходить. После зимнего перерыва таблица в чемпионате России выглядит вот так. И Мануэль Нойер, один из лидеров ЦСКА, прям тащит и тащит армейцев. Ну, а мы сейчас посмотрим, как наши клубы выступали, выступили в Лиге Чемпионов. Замуринио по-прежнему в деле. И неужели Спартак вышел в следующий раунд ЛЧ? Да, да, друзья, невероятно. Спартак, ну, из группы, из которой можно выйти. Лацио, Бенфика, Вольцбург. Спартак со второго места, но вышел. И мы радуемся, что наконец-то наш клуб вышел. ЦСКА из сложной группы с Барселоной и Манчестер Юнайтед выходит в Лигу Европы. И нормально. И боролся ЦСКА 1-2-1-2 с Манчестер Юнайтед и Барселоной. Ну, это прямо круто, это прямо хорошо. Прям гордость за российские клубы берет. Молодцы, боятся, борются. Но ЦСКА вылетела на триала Соседада со счетом 2-7. Ну, это просто, конечно, стрёмно. Ну, как вы с такими клубами боролись, а Реалсу Соседаду проиграли 0-4? Вот это грусть, это грусть, печаль. Конечно, тут слов нет. Что касается других клубов российских, «Зенит» вышел с первого места, «Зенит» еще продолжит свою борьбу в Лиге Европы. Надежды все, по сути, сейчас в Лиге Европы связаны именно с петербуржцами. Что касается Лиги Конференций, то здесь в первом раунде плей-офф мы не видим никого из наших. Во втором еще «Жеребьевка» только сегодня пройдет. Но по групповому этапу вы видите, что Ростов здесь продолжит борьбу. Уверен, они прошли групповой этап. Ну и, соответственно, вот у нас команды остаются все-таки во всех турнирах, и мы надеемся, что они себя проявят. Из зимних трансферов «Динамо» покупает Франко Кисье за 100 миллионов практически. Ну, прикольно. Денис Попов, центральный защитник украинец из Челси, тоже в «Динамо» за 70 миллионов. «Динамо» прям решила укрепиться. Зимой Роберто Фирмино из Ливерпуля в «Зенит». Дели Али из Манчестер-Сити в «Зенит». Ну, наконец-то! Ну, наконец-то мы дождались! Да, это уже пожилой Фирмино, но Али в самом соку. Ну, наконец-то! Нормальные игроки! Переходят в Россию! Игроки с именем! Ну, и для этого, конечно, потребовалось уж совсем поднять репутацию, чтобы наши футбольные деятели покупали нормальных игроков. Вот «Динамо» еще и «Эктора Эреру» подписали, но он уже, конечно, совсем в возрасте. Какие-то переходы, конечно, есть, какие-то переходы, конечно, радуют, но хотелось бы, чтобы их было больше. Чтобы их было больше, чтобы реально больше игроков из-за рубежа, классных игроков, игроков с именем, приезжали в Россию и играли в России. Чтобы это были люди уровня Дели Али, но не каких-нибудь там абсолютно непонятных личностей. Так что здесь, конечно, много на что нужно обращать внимание, но российские клубы укрепились. Мы верим, что они себя проявят в этом сезоне в Европе. Итак, чемпионом стал «Зенит». Ну, и посмотрим, как наши клубы выступили в Европе. Жозе Мауринио остался у руля, но Лига Чемпионов оказалась сложной. «Спартак» сразу же вылетел от «Тоттенхэма». 2-2 по пенальти, да, это грустно. «Спартак» боролся, мы это отмечаем, но пройти дальше не получилось. Хотя же Жозе Мауринио такой кубковый боец, можно сказать, для него. Ну, наверное, Лига Чемпионов это не нечто удивительное. Он там играл, он выигрывал. «Зенит» прошел «Атлетик». Это радует во втором раунде плей-офф. Затем попал на «Мадридский Реал» и 7-2 вылетел. Да, ну вот, был бы, может быть, соперник попроще. «Лиль», «Валенсия», «Шальке». Поборолся бы «Зенит», но получилось так, как получилось. Второй Еврокубок выиграл «Ласк Линц». Как это возможно, друзья? Ростов прошел «Герту», дальше Ростов попал на «ПСВ» и вылетел. А «Ласк»-то, между прочим, обыграл «Ньюкассл». В полуфинале «Ласк» обыграл «Рапид» и «ПСВ» тоже прошел «Калери». Ну и вот, собственно, финал, где выиграл «Ласк». Итак, друзья, чтобы все это дело промотать, чтобы было даже интереснее, я до 2027 года, до окончания сезона, 26-27, домотал. И сейчас посмотрим, что происходит в чемпионате России. Мы знакомых лиц уже практически не видим. Головин вернулся в ЦСКА в 31 год, что забавно. Ну и, собственно, составы наших клубов. Эвертон, 31-летний, бывший игрок Милана и Челси. Приехал доигрывать в Россию, стал лучшим бомбардиром. «Динава» на втором месте мы отмечаем. Отмечаем, что «Спартак» три года подряд становится чемпионом. Ну и, конечно, хочется на Еврокубочке посмотреть. «Спартак» занял третье место в группе с «Леоном», «Валенсией» и «Копенгагеном», что воспринимается просто как позор. Потом прошел в Нербахче, но вылетел от «Вильреала». Грустно, грустно. «Зенит» прошел, тем не менее, «Мадридский Атлетика». Очень мощно. В четверть финале, правда, проиграл «Марселю». Где логика, непонятно. Тут «Фулхэм» играет в Лиге Европы. Представляете? «Фулхэм». Ну и, что касается Лиги Чемпионов, здесь «Барселона» выигрывает. Но российские клубы, несмотря на колоссальные денежные вливания, российские клубы не выходят даже из группы Лиги Чемпионов. Более того, ни в Лиге Европы, ни в Лиге Конференции российские клубы даже до финала не добирались. И это несмотря на то, что денег полно, репутации полно. Ну, то есть, как идите, вот вам бабки, покупайте лучших игроков и всех побеждайте. Но нет, этого не происходит. Российских клубов нет даже в четверть финале. Во втором раунде плей-офф вылетел Казанский Рубин. Ну, вот о чем тут разговаривать? В первом раунде плей-офф никого из наших нет, а? Ну, вот такие дела. Радик, что в сезоне 22-23 в полуфинал Лиги Европы выходил московский «Спартак». И все. В Лиге Чемпионов до четвертьфинала добирался «Зенит» в сезоне 25-26. В сезоне 23-24 «Спартак» выходил из группы. Ну, это мы видели. Все. Успехов в Еврокубках больших нет. При этом нужно отметить, что по совокупности российские клубы выступают в Европе, в общем-то, неплохо. И 16 баллов набирали 15. В общем-то, Португалию опередили в рейтинге, вернулись на шестую строчку. Но отставания, конечно, там от Германии и Франции далеко. Далеко оторвались все конкуренты. И Россия, ну, так вот на шестом месте держится. Хотя, с учетом тех финансовых вливаний в клубы наши, у «Спартака» в избытке. Ну, у «Тамбова» нормальная, но «Тамбов» вылетал много раз. У «Урала» в избытке. У «Зенита» в избытке. У «Ахмата» в избытке. У «Тульского Арсенала» в избытке. У «ЦСКА» в избытке. У «Динамо», кстати, репутация упала с мировой до континентальной, но все равно в избытке. У «Уфы» в избытке. «Хэмунель Мамана», кстати, играет. «Краснодар». Континентальная репутация. Денег в избытке. «Крыльев Совет» в хорошее финансирование. На «Ленч» тренирует. Ну, Джамал Лачелес, Делейни, Самарджич. Самарджич, ребята, ключевой игрок. «Крыльев Совет». Только ради этого стоило записывать эксперимент, чтобы чувак из немецкого чемпионата приехал в Самару. Ну, а куда еще Самарджич мог приехать, правильно? «Локомотив» тренирует Дэн Станкович, Уремович. Нет, там любовь к балканским мальчикам у «Локомотива», она неисчислима. И у всех полно денег. Денег просто полно. У большинства они остались в избытке. Но то, что клубы ничего особо не показывают в плане развития, да, в плане... Ну, Матя Салмейда тренирует в «Спартак». Вроде неплохой тренер. Ну, как работал там в Южной и Северной Америке. А если говорить про составы, то мы видим, что у Тамбова сейчас состав на уровне... Ну, команда, претендующая на Еврокубки в реальном, в реальной РПЛ. То есть крепкий состав. У Уфы состав 142-130. То есть тоже крепкий состав. Это команда на 11 месте идет. У Урала, посмотрите, Мейсон Гринвуд, Кингсли Коман, Ренан Лоди. И причем Мейсону Гринвуду 25 лет. И он играет в Урале. Он играет, блин, в Урале. С Кингсли Команом он играет в Урале. Ну, почему наши клубы так беспомощны в Европе, если вот состав Урала того же самого, да, это просто вынос мозга. Это просто топычи. И Урал на 9 месте сезон завершает. С Мейсоном Гринвудом. Там тренера уволили, само собой, кто там вообще тренировал? Сольбакин. Да, Сольбакин уволен. Ну, я не знаю, как можно на 9 месте финишировать в чемпионате России с таким составом. Это реально тренер, который должен получить, ну, Коман, Гринвуд, с текущей способностью явно не на 9 место. Зенит 4, но у Зенита тоже состав. Ну, чемпионат, по крайней мере, стал суперинтересным. Кевин Дебрюйна в Зените, посмотрите. Да, у него уже 35 лет, он еле ходит, но все равно статусно. Фермина, Дебрюйна, Дели Али. Но Дели Али еще не старый. Дели Али 31 еще такой вот, он прям в соку в своем. Домингос Дуарте, 32 года. Ну, конечно, многие, это звезды прошлого, но есть и молодые игроки. Вот Реген Адемар, правый защитник, например, очень хороший. Есть какой-то интересный литовец, Эдгарс Дразникс. Тоже интересное подписание, ну, тут ничего не скажешь. И прям смотришь, вот мне бы хотелось такой чемпионат смотреть. Крылья Советов, представляете, играет вот такой товарищ. Да, арендован из Ман-Сити, но играет прикольно. Вратарь Клейтон, тоже неплохой. Самаржич, правда, недоволен. Потерял веру в менеджера, ну, конечно, он думает, что Самарой должен рулить кто-то более классный. Махмуд Дауд, Караваев, Мойзекин. Мойзекин играет, ребята, в крыльях Советов. Это что-то с чем-то. ЦСКА, Головин, Луиш Кошта, молодой, талантливый португалец. Эвертон, пусть уже пожилой. Влашич недоволен. Влашич, недоволен отсутствием конкуренции в команде. Какая? Ты, Влашич, нормальный вообще? Гнабри у тебя играет здесь. Головин, Кошта, Эвертон. Может быть, на какой-то позиции там центрального защитника, может, нет нормального. А так все прям круто. Ахмат, смотрите, Курт Зума в Ахмате играет. Да, интересно. Ну, просто интересно. Тульский Арсенал и Воби. Лофтус Чик. Йоким Андерсон. Ну, вот видите, он неплохо очень развивается в Уфэме. Дриуси, Кариус. Все это люди достаточно известные. Вот есть даже Регены какие-то. Динамо. Московская. Кисье. Александр Журавлев. Это Реген, да. Это Реген. И Реген... Блин, ребят, посмотрите на Александра Журавлева. Вот это вратарь. Вот это вратарь, ребята. Просто мощь. Это лучший вратарь мира, я думаю. Вот. Ну, точно один. Точно один из лучших. Фантастический вратарь. Воспитанник Краснодара. Ну, за сколько они его купили? 53 миллиона. Ну, за такого вратаря, мне кажется, 53 миллиона не жалко. И причем в Краснодаре он не играл. Это вообще как? Вы там нормальные? Нет? Как у вас дела? Кто у вас вратарь-то в Краснодаре? Серьезно? Андрей Иванов? Вот это ваш вратарь? И вы... И вы не давали играть тому? Поставить 19-летнего? Да, ну нафиг. Александр Журавлев. Топочек. Ну, вот как раз Краснодар. 155, 153, да. Энсо Леместре. Джошуа Европа. Джошуа Европа. Вот когда... Когда хотели покорять Европу, я думаю, не об этом мечтал. Галицкий явно не думал на Джошуа Европе. Богдан Баранов. Воспитник Краснодара. Вот такого вундеркинда воспитали. Ну, все-таки какая-то стратегия-то работает. Ну, есть и люди известные достаточно. Это Марио Эхермоза, например. Тони Вильен до сих пор в Краснодаре, кстати, находился. Локомотив. Ну, тоже 146-130. Неплохо. Матиас Арезо. Уругвайц. Ну, уже много таких людей, которые, может быть, нам неизвестны широко. Но достаточно крепкие, достаточно сильные игроки. Ну, Оренбург слабее, конечно, обладает составом. Но все-таки кого-то они арендовали. Ростов. 147 лучший игрок. Микел Мерино. В любом случае, это все намного лучше, чем сейчас. Другое дело, что и клубы ничего не могут выиграть. С такими вот футболистами, да. Ну, на финал Лиги Европы это, наверное, задача более чем выполнимая. Но Спартак, смотрите, состав Спартака, да, просто 162-140. С этим составом выиграть Лигу Европы это можно. В финал выйти можно. Но они, видите, как, что-то, что-то вот как-то у них не получается, не срастается. Есть, кстати, российские сильные игроки. Сергей Егоров, вот, например. Краек очень сильный. Тамбов. Ну, Тамбов мы уже смотрели. И что касается сборной России, Черчесов продолжает с ней работать. Россия, кстати, при росте чемпионата очень сильно поднялась в мировом рейсинге. Прям очень сильно. Ребята, вы сейчас охренеете. Сборная России вышла в финал чемпионата мира и проиграла там англичанам 0-2. По пути она обыграла голландцев, французов, португальцев и проиграла англичанам. В финале чемпионата мира Стас затащил сборную в финал чемпионата мира. Состав Сафонов, рассказов. Сергей Федоров, центральный защитник Уфы. Воспитанник еще интересного. Воспитанник Ростова. Вот так. Джикия уже пожилой, но тогда, наверное, был еще помоложе. Айртон, Фомин, Головин, Сулейманов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, не Алексей. Алексей на замену выше. Бакаев, Зиньковский, но это не тот Зиньковский. Это Кирилл Зиньковский, нападающий, воспитанник Краснодара, поигравший за Манчестер Сити, кстати. Ну, вот, сами видите, какой состав. Сборная России в финале чемпионата мира была. На Евро не так повезло. Попали на бельгийцев во втором раунде и вылетели. Но обыграли хорватов, наступили португальцев, ничья со словенцами. Из группы все-таки вышли. Ну и сейчас состав сборной России очень крутой. Ну, в общем, неудивительно, что эта команда вышла в финал чемпионата мира. Чалов, 168 ПС. Ну, потенциальные способности, текущие могут отличаться. Но, в принципе, у сборной России очень хорошие эти показатели. Ну, правда, смотрите, у румын тоже. У Сан-Марина-то, конечно, нет. Но у Северной Ирландии тоже, да, есть сильные футболисты. Северная Македония. Ну, чтобы вы видели, да, у сербов вообще 170. Словакия крепкие. Словенцы вообще 176, Ян Облак там есть. 183 у турецкой сборной. У турецкой сборной вообще тут жесть. Чтобы вы видели эти характеристики. Сборная Украины. Вот. И опять же, о чем я говорю. Когда наши ресерчеры занижают Россию, да, ну вот, с чем постоянно сталкиваешься, да, там, открываешь сборные через несколько лет, там, к 2027 году. Ведь если бы я свой апдейт не сделал, сборная России была бы на уровне, там, ну, 120-140, условно. Сборная Украины при этом 175-150 стартовый состав. Как вам такое? Потому что там, ну, нормально. Уэльс. Уэльс. 165-140 где-то примерно. Это Уэльс, который, в общем-то, ну, так, изредка сверкает. Фарерские острова. Вот у нас Россия была бы примерно как Фарерские острова, наверное. Ну, нет. Как Финляндия. Но в Финляндии то есть, смотрите, 168-154 игроки такие вот. То есть, Франция вообще 198, 196, Мохаммед Бей с усиками, такой, косплей Настаса Черчесова. Воспитанник Мецца. Смотрите, какой. Вот такие регены рождаются у людей, чтобы вы понимали, да. И сборная Франции состоит по уровню 190-164. Это просто умереть не встать. А сборная России, ну, была бы вот на уровне Черногории бы. Если бы, если бы, если бы не, ну, чехи, посмотрите на чехов тоже жесть какая-то. Ну, это ладно, мы отвлеклись. В принципе, российские клубы стали, ну, неплохо так укрепляться. Но что расстраивает, так это то, что российские клубы очень слабо, очень слабо развиваются в глобальном плане. Ну, это вы видите таблицу по спонсорству. Самый богатый клуб Московская Динамо. Больше всего доход от спонсора там 652 миллиона. Это что-то с чем-то за год они получают. И, ну, блин, имея составы, имея, ну, все-таки сборная России выходит в финал чемпионата мира. Российские игроки есть хорошие. Имея такие финансовые ресурсы, можно укрепиться, даже несмотря на лимит, ну, наскрести троих россиян для основы неплохих можно. И бороться за Еврокубки можно. Ну, а российские клубы именно, хотя им, казалось бы, проще это сделать с деньгами, чем там сборная Стаса Черчесова. Стас Черчесов взял вот и в финал вывел сборную России чемпионата мира. Это, и причем там не было какой-то легкой сетки, да, там реально жесткие соперники. Те же самые французы, голландцы, португальцы. Это жесткие соперники. Но Россия их прошла. А на клубном уровне, где легче, где вот просто иди, накупи себе игроков и обыгрывай всех, на клубном уровне в Европе ничего не получается. Ничего не получается. Хотя трансферы тут, я вам скажу, ой-ой-ой. Вот Динамо покупает, да. Дениса Закарию Динамо покупает за огромные деньги. Кевина Еписа, какого-то колумбийского форварда. Ну хотя бы трансферы пошли, да, вот из-за рубежа не только бомжей российских за миллионы денег, но еще и зарубежные какие-то трансферы, переходы. Они есть. Это радует. Ну, например, я не знаю, вот зачем Уфа покупает 29-летнего Рассказова за 30 миллионов. Зачем? Просто русские есть и так в команде. Зачем еще нужны эти продажи? Зачем вот продавать 25-летнего Кутового за 26 миллионов, чтобы за 27 купить Рассказова? Вот эти вот трансферы в обе стороны, это напоминает реально какой-то распил по агентской части. Что агенты там за переходы получают деньги и кайфуют. Вот Краснодар начал наконец-то закупаться игроками из Европы, да. Леместра, Юроп, Эрмозо. Ну, правда, тут же берут Ивана Ши и Мухаммедова и Данила Уткина вернули своего. Такие вот переходы, такие трансферы. Если интересно, ну, я сейчас вот вам все команды показываю. Вы можете на паузе смотреть, кто, где, кого, за сколько купил. Ростов такого вот человека из Манчестер Юнайт собрал. Вот, не забывайте ставить пальцы вверх, не забывайте подписываться на канал, если вам нравятся эксперименты. Я думаю, что при вашей поддержке, подписках на группу ВКонтакте, на Твич, на Ютуб-канал, все станет еще лучше, качественнее, интереснее. Вот какого защитника Спартак себе урвал. Андрей Михалев. Еще есть некий Сергей Криворог из ФКО, наверное, это какой-то потерянный брат Марка Криворога. Может, сын, кто знает. Вратарь. Ну, очень такой странный вратарь, если честно. Зачем Спартаку понадобился, непонятно. Да, вот этот вратарь-то поинтереснее будет. Алексей Матвеев. Вот такие вот дела, уважаемые друзья. Спасибо всем большое за просмотр. Мэйсон Гринвуд, ребята, за 17 миллионов перешел. Я думал, там огромное баблище какое-то было за него отвалено. 17 миллионов. Лоди 30 миллионов. По цене Рефата Жамалединова куплены. Как можно Мэйсон Гринвуда за такие копейки продать? Я не знаю. Манчестер, Юнайтед, вы там зажрались, что ли? Вот некоторые трансферы просто шокируют. Чувака безумный оверал. Жесть, просто жесть. Кстати, я что-то нажал здесь случайно. Надеюсь, я ему ничего не поломал там. Надеюсь, нет. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. Еще раз удачи, не болейте. И пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok